Добрый день, друзья, с вами доктор Линский. Хочу вам уже традиционно, как в последних видео, задать вопрос. А что, по-вашему, какие качества включает в себя такое понятие, как адекватный человек? Вот сейчас, на мой взгляд, у нас произошла подмена этих понятий. И сверху транслируют, что адекватный человек это тот, который вообще не задает никаких вопросов. То, что говорит ему власть через те же средства массовой информации, он просто молча исполняет, хотя даже видит, что что-то идет не так. То, что ему предлагается, как с ним поступает, расходится с законами, расходится с каким-то даже здравым смыслом, человеческими отношениями. Но, тем не менее, он, несмотря на это, просто продолжает выполнять, как бы это не закончилось, со вредом для его здоровья или даже жизни. Кстати, это очень хорошо прослеживалось вот не так давно. Уже многие забыли, были эти события со страшной болезнью, уколами. Там тоже произошла подмена понятий. Вообще, зачеркнули все критерии, которым меня учили в медицинской академии. То есть, как нужно поступать, смотреть, какие есть противопоказания вот к этим действиям там у разных групп населения, у беременных, у детей там и так далее. Какими должны быть доказательства, какие должны перед этим быть проведены исследования, испытания, то есть результаты, какие должны быть сроки. То есть, это все перечеркнули и почему-то на себя роль науки взяли говорящие головы, а туда входили и артисты, и различные политические деятели, кто угодно. То есть, они взяли на себя роль экспертов, подменяя науку. Ну, чего греха таить, и мои коллеги тоже самое, я не знаю, под воздействием каких факторов убеждения или чего-то иного, точно также транслировали, что это вот безопасно, не представляя, как я уже говорю, абсолютно никаких доказательств. И человек считался адекватным, верящим в науку, так сказать, нормальным, правильным, если он просто не глядя следовал всем этим указаниям и рекомендациям. То же самое происходит сейчас. Так вот, у меня вопрос, а как вы считаете, в настоящее время кто, по-вашему, является адекватным человеком? Тот, который задает вопросы, тот, который пытается разобраться, что происходит, или вот так, так, сейчас не время, там, как у нас говорят в Украине, не на часе, потом будем разбираться, сейчас просто исполняйте, поверьте нам. Причем, это говорят люди, люди, у которых, ну, репутация, ну, полностью не то, что замаранная, полностью уничтоженная их предыдущими действиями и поступками, которые привели уже к трагедиям, они продолжают оставаться у власти и по логике адекватные люди должны им верить и слепо делать то, что они говорят. Хотя вот система метамодель, да, три вопроса, смотри, что первое там уточнение, что человек делал до этого. И им предлагается сейчас слепо верить. Напишите ваше мнение, как вы считаете, причем это универсально, это не касается какой-то страны, это сейчас происходит практически по всему миру. Так вот, напишите ваше мнение, оно будет интересно и мне и другим слушателям моего канала. Всего доброго и будьте здоровы, поставьте лайк этому видео для продвижения, чтобы больше людей включилось в такую полемику.